На черное говорил белое. Политика. 12 декабря 14 на черное говорил белое. Что же наговорил журналистам премьеры первое лицо Единой России Д. Медведев. Трехчасовый рассказ высокопоставленного чиновника разобрал и оценил депутат Госдумы Олег Шейн. На минувшей неделе глава правительства и председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел трехчасовый диалог с прессой и озвучил ряд подходов, которые, очевидно, могут лечь и в основу информации главе государства в преддверии большого-то выступления Владимира Путина. Из уст Медведева прозвучало, что мы имеем рост экономики, бедность снижается, растут доходы населения, сокращается безработица. Обратимся к фактам и начнем с экономики. Она выросла, по словам Д. Медведева, на 1,5%. А по президентским указам, чтобы мы могли догнать передовые страны мира, рост должен быть порядка 3%. У нас 1,5%. Много это или мало? В прошлом году было 2,2%, а в позапрошлом 2,3%. То есть, мы имеем не прорыв, не разгон, а затухание экономического развития. А глава кабинета говорит, это хорошо, идем правильной дорогой, экономический рост есть. История с бедностью. Прозвучало, что доходы населения растут. Растат фиксирует на 1 октября по отношению к прошлому году рост доходов населения на 0,1%. Напомню, что в прошлом году доходы населения тоже выросли на 0,1%. Но по сравнению с 2014 годом они сократились на 15%. Легко посчитать, что такими темпами мы восстановим уровень жизни 2014 года через 150 лет, к 2170 году, в преддверии 23 века. О советском периоде можно уже не говорить. При этом Растат фиксирует рост бедности в стране. Если в прошлом году по данным Растата бедность была на отметке 13,2%, то сейчас 13,4%, то есть, доходы верхней части общества возрастают, а работающего класса снижаются. Прозвучало от главы кабинета министров, что безработица у нас снижается. Однако Минтруда, починенная этому главе кабинета министров, представила в первом полугодии официальные данные о росте безработицы на отметке плюс 18%. Если же у нас бедность растет, безработица повышается, темпы экономического развития падают, а премьер-министр говорит наоборот, что мы имеем некоторое развитие, то это означает одно, либо глава кабинета министров не владеет фактами и не смотрит даже данные Растата, либо он вводит в заблуждение население Российской Федерации. Кстати, данные Растата, очевидно, еще и приукрашены. Сегодня Ран Хиггс, Академия труда при президенте РФ, опираясь на цифры Федеральной налоговой службы, ФНС, обнародовала сведения о том, что на самом деле происходит с доходами населения и с занятостью. Так, Растат говорит о числе занятых россиян порядка 76 миллионов человек. Ран Хиггс, посмотрев у налоговиков, сколько людей регулярно платят налоги, и оказалось, что это не 76 миллионов, а всего 59. Это гигантская разница и есть черная, неофициальная занятость. Далее. Растат говорит о заработной плате 40 тысяч рублей на человека в стране. А Ран Хиггс, имея данные ФНС, утверждает, что средняя заработная плата, с которой платятся налоги отчисления Фонда медицинского страхования и в пенсионной, составляют лишь 31 тысячу рублей. На треть меньше. И вот эта огромная разница свидетельствует, что все базовые цифры, которыми оперирует правительство РФ, объективно говоря, являются лживыми, не соответствующими балансовым данным ФНС, Пенсионного фонда и Фонда медицинского страхования. И об этом говорим не мы, справедливая Россия, а Ран Хиггс, институт при президенте РФ. Ну как так можно говорить на черное-белое и наоборот? История с пенсионной реформой. Дмитрий Анатольевич сказал о том, что у него пропал аппетит, когда он ее проводил. Пропажа аппетита – это случай, когда у человека есть возможность вкусно поесть, но у него нет к этому желания. А у большинства населения страны ситуация прямо противоположная. Есть желание вкусно поесть, но нет возможности. Об этом, опять же, говорят данные социологии. Рамир, крупное информационное агентство, провело опросы по торговым центрам и пришло к выводам, что люди стали покупать в среднем, по сравнению с прошлым годом, на 7% меньше, и товаров обыкновенного потребления, и продуктов питания. Люди стали хуже одеваться, люди стали хуже есть. Пенсионная реформа к этому привела. На ушедшей неделе мы проводили заседание комиссии по оценке последствий повышения пенсионного возраста. Выступили докладчики из вполне официальной структуры финансового института при Минфине РФ, того самого, который эту реформу и писал, и разрабатывал по поручению Дмитрия Анатольевича. Так эти специалисты сказали, что из числа людей предпенсионного возраста работу имеют только 29%, а 71% предпенсионеров, не получив право на пенсию в 55-60 лет, не имеют работы, не имеют официальной занятости. Таковы данные финансового института при Минфине Российской Федерации. Высшая школа экономики говорит о том же самом, отмечая, что аналогичную проблему испытывают и люди более молодого возраста. Из числа выпускников университетов и средних учебных заведений работу не могут найти 57% выпускников, в прошлом году таких был 51%. Вывод. Ситуация ухудшается. И, конечно, нарастающая бедность является главной проблемой в стране. Как говорят коллеги из КПРФ, на сверхбогатую верхушку приходится вот такой большой кусок пирога. А сколько же приходится на долю всех остальных, на долю 97% населения РФ? Но интереснее посмотреть на этот мир через обратную призму. Так вот, на долю 97% населения страны приходится всего 8% вкладов в банках и всего 11% всех наличных сбережений. Зато потребительские кредиты достигли фантастической отметки 13 триллионов рублей. Очевидно, скоро мы будем иметь кризис, население у нас неплатежеспособно. Среднее накопление на человека в прошлом году в месяц составили, по данным высшей школы экономики, всего 337 рублей. Людям нечего откладывать. А что на другом конце полюса? Там процветание по списку ФЭПС и гигантские налоговые льготы. Я напомню те цифры, которые звучали в этом зале от коллег из бюджетного комитета. Если в 2005 году режим налоговых льгот распространялся лишь на 5% объема всей добытой нефти в стране, то сегодня он распространяется уже на 56%. И, по стратегии социально-экономического развития страны, определенной Кабинетом Министров, в 2035 году налоговые льготы будут распространяться на 97% добываемой в РФ нефти. Таков у нас другой полюс. Как это возможно? Почему так происходит? Происходит в силу отсутствия реальных политических перемен в стране. Сегодня мы наблюдаем истории, когда на выборах ползучим образом пытаются уйти от партийных списков в Приморье, в Туле. Сейчас в Астрахани внесена подобного сорта инициатива. Правда, механизм-то этот начинает давать сбои. Дал сбои в Москве этим летом, полностью провалился в Хабаровском крае, в Ешкароле председатель Госсовета Республики проиграл выборы нашему товарищу по одномандатному избирательному округу. Пользуясь случаем, обращаюсь с этой трубины КПРФ и ЛДПР. В этом зале мы голосуем одинаково по базовым вопросам. Наши товарищи на местах вместе в день по счету голосов дежурят всю ночь, помогая друг другу контролировать по счет голосов. Мы проявляем солидарность в ходе выступлений и в Госдуме, и в региональных парламентах. Давайте объединимся на всех предстоящих выборах по одномандатным округам. Давайте сосредоточим усилия на том, чтобы наша солидарность обеспечивала победу нашим кандидатам и на мажоритарных выборах, чтобы мы приблизили перемены в стране, чтобы парламент принимал решения в пользу работающего класса и большинства людей. Предлагаю начать с тех регионов, где партия большинства отказывается от партийных списков. Там начать победить, чтобы некоторым неповадно было менять принятые правила проведения выборов в стране и переходить от выборов по модели 50 на 50 к исключительной мажоритарке. Олег Шейн, депутат Госдумы.